Да, простые разговоры, ты слышишь, что Насим Талиб отменил ваш IQ? Нет. А, вот, кстати, я хотел по поводу IQ сказать. Профессор Савельев, доктор биологических наук, считает, что IQ измеряет уровень социальной адаптивности, поэтому более высокий IQ в высокоурбанизированных обществах с высокой плотностью населения. То есть IQ это, значит, система оценки, изобретенная посредственностями для выявления высокоадаптивных посредственностей. Вот что Кирилл может сказать по этому поводу? А что такое высокоадаптивные хуенственные дети? Так, Ежи, заставь мне Сера и Карлина почитать, послушать русского профессора. С такими тейками про IQ их просто невозможно серьезно воспринимать. Всем чмоки. Я очень плохо представляю, кто такой Карлин, поэтому я ничего не могу сказать. Слушайте, слушайте, русский профессор это какой-то чувак, который хуй знает откуда, хуй знает, что кончал, и хуй знает, кто себя представляет. То, что наши с Карлином теки, они все-таки на какой-то такой академической традиции основаны и на основе сотен книг и недостаточно количества научных работ. Нестеров, ну ты вообще знаешь, кто IQ разработал, для чего? Гитлер, чтобы являйся убивать. Нет. Нет, на самом деле я могу тоже ответить по поводу, да, вообще по поводу академичности, да, это все имеет смысл. Нет, Нестер, ты серьезно знаешь, для чего был создан индекс IQ? Да, по-моему, я читал про это еще раз. Я читал про вот эти исследования, на которые ссылаются сторонники IQ, и я не могу сказать, что я сам, допустим, являюсь противником всех этих концепций, я скорее нейтрально на это смотрю. Только проблема в том, что большинство источников, на которые вы ссылаетесь, вообще не имеют никакого отношения к нейрофизиологии и такого рода вещам. То есть это просто англоязычная психология популярная, просто с высоким индексом цитирования, скажем так. То есть это люди, которые вообще никогда не работали с субстратом, это психологи. Статистика. Ну опять-таки, да, да, да. Психологи? Это гуманитарии, да, психологи, социологи, то есть это люди, которые не являют никакого отношения ни к биологии, ни к физиологии, да, к вот этим всем вещам, которые действительно изучают мозг. Поэтому тут, ну как бы сложно на самом деле. Все на самом деле зависит от того, как мы это интерпретируем. Потому что на самом деле аргументы, которые идут со стороны, допустим, биологов и морфологов, их можно контрить только в рамках той же самой дисциплины, да, то есть нужно ссылаться также на биологов, морфологов, физиологов. А в смысле, а что это, например, аргументы, можешь привести? Ну вот конкретно про мозговой субстрат, про то, что, допустим, интеллект определяется количеством нейронов пирамидальных в ассоциативных центрах неокорбов и количеством синаптических связей между ними. Какое отношение самое прямое? Вы когда пытаетесь аргументировать свою позицию, и я не говорю, что ваша позиция неверная, но когда вы пытаетесь ее аргументировать, вы ссылаетесь на психологов и социологов, которые вообще никакого отношения не имеют. И то, какое отношение это имеет к IQ все-таки? То есть какое отношение? Ну, да. Каким образом это противоречит или информирует? А это не обязательно оно должно противоречить, просто если вы хотите, допустим, вот у Савельева есть такое-то мнение, да, если вы хотите его как-то опровергнуть, вам нужно также... А в чем заключается его мнение? Его мнение, я уже сказал, в чем оно заключается, оно состоит в том, что тесты IQ необходимы для выделения высокоадаптивных посредственностей, и это... А что такое высокоадаптивные последственности? Это надо считать уже состояние. Это звучит на какой-то вздорный неологизм, блядь, высокоадаптивные последствия. Ну, есть общество, опять-таки, если мы апеллируем к социологии, к обществу, да, то в обществе есть высокоадаптивные люди, которые хорошо адаптируются, то есть они не могут создавать... Да-да-да, и по IQ-тестам мы знаем, что люди, которые хорошо адаптируются, еще обычно очень хорошо решают задачки по математике. Окей, да. Мы это знаем, потому что мы провели буквально сотни тысяч тестов. Вы ничего не проводили, никаких тестов вы не проводили, вы ссылаетесь на популярную англоязычную психологию с высоким индексом цитирования. То есть, если там копаться в этом... Это примерно как с роликами Трэш-Смэша, да? Я вам докажу про... Да-да-да. Я вам расскажу про токсичную мускулиру, накидаю ссылку. Например, посылаются на тесты, которые проводятся буквально во всем мире, типа тесты таких как CRS-IT, которые очень сильно коррелируют с IQ, и так, которые просто проводятся повсеместно. Это психология, Кирилл, это психология. Ну, хорошо, 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 это психология. Ну, каким образом, каким образом вот эта ахинея про... Ахинея очень просто. ...интекс куируемости противоречит или дополняет? Опять-таки, это не обязательно противоречит или дополняет, просто это некорректно ссылаться на какие-то психологические словоблудия, когда речь идет о физиологическом субстрате мозговом. Вы можете ссылаться на что угодно, но оно должно быть из той же научной области, да, как бы. Вы не можете контрить физиологию психологии. Это умребная дисциплина. Кто контрит физиологию? Не-не-не, я просто... Кого позвать? Я даже, даже, как бы, на самом деле, на канале Медика у нас в конфе есть такой человек, его зовут просто Медик. У него будут дебаты с вот этим вашим, как его, Карлин, что-что? Карлин, да. Карлин, да. Вот именно на эту тему. На что ли? Почему? Потому что Медик – это человек с медицинским образованием, да, ну, это, собственно, из его ника следует. И он считает, что то, что ваши... Ну, а Карлин, он заканчивал что там? Беркли, по-моему. То есть... У нас есть маргинал, который заканчивал тоже Беркли. То есть у него тоже... У него тоже охуенно, да. У него тоже охуенно образование. Не-не-не-не-не, подождите, какой факультет Беркли он заканчивал? С стим-тусовка. Да кто в нашей конфе только Беркли не заканчивал? Да-да-да-да. Нашел, как бы, что торгуется. Смотрите, во-первых, у нас есть маргинал, который тоже учился в Беркли, да, а во-вторых, здесь важно не то, насколько... Слушай, если честно, я до сих пор так и не понял, в чем заключается ваша претензия. Это очень плохо. Послушай, стим-патрон. Адаптивная чепуха. Более медленно, может быть. И мне всегда это не нравится, когда... Нет, чепуха – это как раз ссылаться на психологов. Мне всегда... Мне никогда это не нравится, когда, блядь, какие-то чуваки из Химок изобрели новый IQ, который лучше, а их IQ... Я не про чуваков из Химок. А на самом деле у нас в Химках охуительный новый IQ, блядь, адаптивный, братья, это конфликт с Соломиным чучелом, про Химки там какие-то началось. Нет, чувак, проблема не в этом. Проблема именно в том, что есть люди, у которых есть физиологическая специализация, связанная с физиологией, с биологией, с морфологией мозга, а есть психологи, понимаешь? Нет, это... Вы никогда не поймете друг друга. Это, по-моему, какая-то чепуха, и... Физиология – это не чепуха. Я до сих пор не объяснил, что вы вообще можете предложить и каким образом вы можете объяснить все это. Это не чепуха. Чепуха – это психология как раз, так что, извини, но гуманитарии сосут в данном случае физиологическим законом, а просто там послаться на какую-то статистику, блядь, и сказать, что вот здесь высокий, блядь, индекс цитирования, индекс Хирша, а вы там в Химках своих сидите, никто не понимаете. То есть, статистика не бывает, а алкаши из Химок на самом деле правильную изобрели мозгостатистику. Нет, нет, я очень... Ну, опять-таки, вот проблема Кирилла в том, что... Блин, ну, хорошо, что у нас есть пацаны из Химок, у которых биология, блядь, а не статистика, и они там нормальные, сейчас IQ нам изобретут, будет... Нет, они не будут изобретать IQ, в том-то и дело. Проблема Кирилла, проблема его агрессивной реакции состоит в том, что он до сих пор, блядь, даже не понял, о чем идет речь. Это очень плохо и грустно, на самом деле, но я думаю, Кирилл переслушает... Ну, вы так и не сказали, каким образом... Нет, я очень долго, я полчаса уже об этом говорю. Нет, нет, да и вы ничего не сообщили, в общем-то. Каким образом биология, да, может контрить... Нет, ну просто, что вы вообще сообщаете нам про вот этот феномен интеллекта, о чем мы не знаем, о чем нам IQ не может сообщить? А феномен интеллекта в целом, если мы говорим об интеллектуальном процессе, он зависит от количества нейронов в ассоциативных центрах неокортекса, это лобные доли. Да, 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 хорошо, хорошо, но вы знаете, что такое IQ? Это такой способ квантифицировать интеллект. то есть умные чуваки из статистики они изобрели такой способ как нам вот этот 200 человек взять такой сложный потому что оказывается что люди которые хорошо делают одни теста еще хорошо делать другие тесты еще они хорошо имеют отличные академические успехи у них преступность меньше любая интеллектуальная деятельность у них почему-то лучше получается и вот поэтому нам почему последние 100 тысяч лет средняя масса мозга по популяции у нас падает почему у нас в общем где может быть дисгеника ведь интеллект это наследственная вещь правильно он зависит от совокупности факторов но если мы где-то на 80 процентов это все равно что пирожки которые приготовила бабушка а не на 80 процентов вкусные потому что она в химках не квантифицировано а в энциклопедии квантифицировано а в энциклопедии умеют квантифицировать но у нас химках энциклопедии и нужные нам блять хуя это энциклопедия замечательный аргумент хуя это блять химки все проверки молодец цвет настроения синие слушайте когда происходит противостояние между энциклопедией и химками я просто всегда принимаю сторону энциклопедии особенно если она по-английски особенно если она написана в киевых химках особенно если по-английски написано ну окей то есть это просто апелляция к авторитету без какой-либо содержательной части операция это апелляция к сотне лет исследований и и кстати сбора статистики да биология хуйня физиология хуйня морфология мозга хуйня статистика энциклопедия британика это сказать что он смотрит уже почти полторы тысячи господа ставьте лайки единственное что я драться им как бы не позволю но в буквальном смысле потому что все таки на стримах не дерутся но вот как бы наконец не все равно принесли пиво и пошла полей не на самом деле что с нами сегодня сармар потому что такого нестерова живого в гостях у нас нет я сказал я сказал плохое про экип на самом деле если кирилл узнаешь я не на тех же позициях что я не имею никакой интеллектуальной способности вести члены раздельной дискуссии на самом деле если кирилл узнает что мое личное мнение оно ближе как раз к его мнению он очень расстроится я просто я просто к тому что есть такой профессор савельев и как ты выразился из хима который считает что это все хуйня но его очень ненавидят сжи даблью просто они они ненавидят его блять просто они устраивают митинги блять перед его значит лаборатории где он работал гендеры что ли отрицает он все отрицает он плохо говорит про женщин про женский мозг про феминисток про про аутистов он 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 просто как раз по теме дискуссии зачитайте вот это клинический психолог пишет с точки зрения клинической психологии ваше мнение нелемантно ежи и да мы учим и анатомию и нейрофизиологию но это кстати тот самый медик то что ну ладно суть но в общем послушайте скоро будут дебаты между карлиным кто бы он ни был и вот на нашем медик да кстати давайте не будем вопросы проекте просто потому что почему это на самом деле я тоже а я читал полемику собственно насима талеба с этим всем значит твит сообществом которым принадлежит и карлин потому что насим талиб собственно напомню что на самом деле айкью действительно как бы релевантен но только до 100 пунктов то есть высокий айкью ни с чем не коррелирует а в то время как низкий объект с дебили синистров не надо пожалуйста меня кусать и тем более целовать устали целую на насима талеба и как писала валерия новодворска на самом деле не она в том-то тролли там сам кусай сосок коммуняка так вот тест айкью был разработан во франции в конце девятнадцатого века а для определения детей дебилов не способных освоить школьную программу именно поэтому тест айкью прекрасно выполняет собственно то ради чего создавался для выявления людей уровень развития которых настолько низок что они действительно не спокойно не способны учиться вместе с другими детьми значит в обычной школе и моя нужна какая-то коррекционная школа а поэтому при отчет до 100 пунктов он действительно коррелирует со способностью освоить школьный правда да вот носим талеб да пидорас какой-то а понимаешь на нашу твит тусовочку как бы не реакционеров расистов биоленинистов китая дрочеров да как бы прыгнул а разъебал они там уже его как бы стали жирным обзывали практически наверняка неправильно интерпретируешь пост насима талеба ну естественно так что я прямо сейчас могу открыть заинтересован в том чтобы короче я заинтересован в том что байки считался действительно каким-то важным вот этим как сказать вот эта система тестирования она принималась в обществе потому что у меня и 166 я не хочу это какой-то на хуй знает я на стриме его заполнил